ну что друзья вот мы с катериной движемся к месту назначения давайте-ка вы мне лучше расскажите вы с первого раза выиграли в лотерею может быть вы знаете какой-то ключ к успеху нет просто все с бухты барахты в последний день заполнил а как вы узнали что есть какая-то лотерея первое второе отчего вдруг решили участвовать во что плохо было в казахстане что это вы так а у меня был один друг который приезжал сюда просто на и что я потом он рассказывал про америку и я всегда хотела хотя бы на лето приехать но в итоге там все это финансово не получалось то еще как-то не получалось и в итоге я думаю вот узнала как раз про клинтарь-лотерею заполню почему бы нет хотя особо в это не верила то есть у вас не было такого четко сформулированного иммиграционного намерения от болты заполнила в казахстане не охота было жить хорошо хотелось в америку тогда другой вопрос но когда вы выиграли у вас не было в этот момент реакции ой да ну ее нафиг о нет 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 я тут же начала плакать от счастья бежать к маме говорит что мама что мама конечно шоке было в одном маме или еще есть да ну такой ты квадратный мама молоденькая совсем она сама германия переехала после вас так подождите хорошо а мама как перехал замуж вышла не у нас просто все родственники по маминой стороне они все в германии и нам до этого был какой-то закон что мы не могли переехать два года назад закон три года назад закон обменили и тетя мама они сразу германии то есть какие-то немецкие корни я тоже сделала в принципе документы так чисто насчет плана б если чё если мало ли не получится в америке всякое такое что в любой момент могу переехать но я просто не очень хочу понял хорошо а вы по-немецки можете чтобы документы получить я учила чуть-чуть немецкий для теста так значит у вас иммиграционные намерения были глубоко закопаны но как только значит создалась воротка образованная выигрышем значит гринкард лотерея так сразу и про вулкан так сказать прорвало туда так ладно английский вы знали или как было не очень я как бы думала что я более-менее знаю но когда я приехала в нью-йорк я такой оказывается вообще ничего не знаю приехали в нью-йорк кому-то или вообще думаю все в нью-йорк и я в нью-йорк ну как бы да все в нью-йорке я в нью-йорк думала что много русских из-за этого будет легче и язык просто в интернете с одним парнем познакомилась у которого потом комнату сняла и все на форуме говорим про вес мышь там были да да там не нашлось каких-то там еще несколько но более такие семейные люди нашлись до сих пор в принципе общаемся значит что получается вы приехали никого не знали но вы такая вот то что называется сошел я на вас смотрю по общительную девочку сейчас после перелета я еще более-менее спокойно тоже вообще ураган да да ну хорошо то есть вы там обросли как бы народом ну как в нью-йорке я пробыла всего месяц я поняла что я там английский не выучу потому что там все разговаривают на разных языках и плюс я не хотела там про это не работать из-за того что у меня английского нет всякое такое поэтому я как раз вспомнила что это был июнь и что лагеря все как раз искали людей какие-то лагеря детишки да 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 и я думаю почему бы и нет почему бы не уехать куда-нибудь не накопить денег потому что мне еще это к тому же нравилось фактически туда же куда едут ребята по джейбан и так я в принципе за день сорвалась и на следующий день просто написала на аппликейшн заполнила просто во многие лагеря с одного лагеря мне ответили и тогда уже быстро даже не интервью ничего не было просто сообщением и да на следующий день я уже в портленде стояла в мэйне ждала пока мне кто-нибудь а можно сказать что вы как безбашенная не может быть тогда еще более-менее так было сейчас я так уже не так я в лагере попала и потом там оказалась такой друзья это у нас будет не безбашенная не бедова просто солнышко 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 все годится на солнышко годится да значит дайте я вот хочу что сказать у нас всегда когда девушка хорошая попадается сразу начинают волноваться вот эти холостяки знаете и начинают интересоваться свободно или открыто ли это может быть открыто друзья в какие девочки бывают это не то что пора уже да не то что такие что сразу раз они молодец фокус хорошо ладно то есть по переписке пока пусть вот знаете что вы тогда пишите знаете что слушайте у вас же свой блог есть друзья пишите прямо в блог значит мы ссылку на блог дадим я посмотрел сегодня перед выездом в аэропорт я посмотрел что у вас блоге около 3000 подписчиков там приближается к трех тысячам есть такое есть такое ну я чувствую что вам предстоит пережить наплыв это хорошо а то давно наплыва не было а вот блог он для вас что вот я ребятам хочу сказать что мне очень понравились сюжеты катюшины они такие там столько энергии столько драйва я немножко позавидовал потому что я сам такого не могу я могу того что такое более-менее может быть информативное но это нужно вот как-то очень хотеть информативного а у вас такой как бы задушевный то есть вас могут легко смотреть люди которые совершенно не интересуются иммиграцией да у меня как бы он больше как можно сказать дневник чтобы ну потому что например если я даже сейчас пересматриваю видео с того года я уже многое не помню что случилось потому что многое происходило да и при этом еще показать что и в америке люди хорошие ну есть да слушайте а вот вам пишут гадости всякие обычно по моим наблюдениям когда у тебя в блоге 2000 подписчиков и больше уже ты начинаешь представлять интерес вот для вот этих потому что им тоже не хочется гадость написать время потратить туда где никто не увидеть а вот уже начиная с 2000 может быть там окно есть между двумя тысячами и там допустим десятью когда уже ставят фильтр и просто не пропускают него у вас нет фильтров раньше писали когда я более такие информативные видео старалась делать а сейчас когда уже более такие как вы сказали душевные то мало кто пишет мне кажется все кто не хочет подписать вся такие вот они просто ну не могут найти но вам не пишут что вы предательница они такого нет 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 а почему да интересно друзья вот всем пишут а ей пока нет но хорошо вы знаете что сейчас я смотрю такое невероятное количество людей которые с блогами причем то может быть даже вполне приличный как бы уровень и при этом у него там 300 400 500 600 подписчиков то есть совсем немного при том что и качество видео хорошие по содержанию очень интересно просто стало трудно пробиться у людей не хватает времени всех смотреть и как-то вот так я просто вовремя начал поэтому у меня сегодня было 138 тысяч а я просто еще к тому же не люблю всякие вот эти названия делать например чтобы любить людей завлечь и в основном я информативные как я уже сказала так сильно не снимаю там конечно пытаюсь что-то рассказать видео в тех видео которые есть но не так чтобы как у вас например вы знаете что получается я никогда никаких названий не придумал и мне все время говорили вы назовите так чтобы ну то есть для меня название было так чем таким для себя просто но тут что происходит я каждый день получаю сообщение от людей в комментариях не только на ю тубе там со всех сторон по всех соцсетях каждый день кто-то пишет что вот наш канал изменил его жизнь и я думаю тогда получается что на мне есть некоторая ответственность перед людьми которые хотят через не изменить но они не знают что есть наш канал и как бы нам не есть ответственность то есть ты знаешь что-то и и нет и кагби этом этих нефть нафиг там сами найду как бы от нечестно получается и последние вот там пару недель я как-то так активизировался может быть десятилетия последние поскольку времена лотерея и я думаю ну нет надо надо все-таки сформулировать как что так да вы что это эмиграция что это заполнения заявки что это вот то что сейчас вызывает большой интерес как бы сезонности такая и настолько резко рвануло то есть если у меня раньше 5 6 было на видео то сейчас вот есть одно с 24 августа за сколько там за неделю фактически до 60000 и ты не знаешь как это происходит понятно что это не подписчики она где-то выскакивает каких-то там вот поэтому я сейчас более тщательно стал относиться к названиям поскольку буквально дней 10 как если я умел сделать так чтобы она где-то вылазила но я не умею может быть люди знают граждане если кто-то знает пишите может быть ссылочку сбросите не знаю я вот спрашивал марин могил вот я вас не познакомлю вот вы 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 вместе будете шикарная парочка так вот с могилой паре на могилке я говорю марина говорю а вот как так у тебя прет вот я вижу что прет у него же там 200 тысяч почти и как это так она говорит но я вот блоге смотрю там люди рассказывать есть блоги о том как делать блоге и даже ссылку мне дала но я не знаю мне столько сил нету да вот так хотела сказать время вкладывать да да собственно мне грех жаловаться нас я думаю что если смотреть блоги иммиграционные то есть наверное мы самые крупные блога есть то есть безусловно в иммиграции есть люди которых намного больше подписчиков но они не говорят об иммиграции могут девочки красивые там бьюти блоги да у меня кстати сейчас учится женщина она как раз такой но она не бьюти блогера на но может быть частично у нее тысяч 40 подписчиков я все никакую нибудь чем на экран вот францевна так вот такая дать францию но вот у нас она сейчас в школе вы с ней пересечетесь коридора и кстати на насчет информативных мне часто спрашивают снимать не очень михаил деваться шаник же есть по моему до сих пор же вроде снимает или там хвостович всем мне кажется уже можно найти информацию если надо прям информацию а мне как бы хотелось больше жить жизнь показать чтобы не надо быть собой надо самореализовывать если вы самореализуетесь через вот радость жизни это с один блок и один подписчик там а если вы через информацию на другой меня вот тут снимали вы видели его и джона джона и его они кругосветку делают уже второй год нет но такая замечательная пара молодожены но относительно молодожены молодые ребят и вот он канадец она из москвы и они так вот значит по всему миру пролезет и приехали к нам идет там у меня там поснимали и я их поснимал они меня поснимали но у меня на самом деле там в четыре раза больше подписчиков то есть не то чтобы там как-то они мне там какое-то продвижение дали но блогеры же обмениваются все время и боже там такой негатив поднялся то есть люди которые вы смотрят про путешественников да они когда видят довольно мигрантскую рожу они их колотит уже все вход пошло там и мигрантов убирают и понятно что жулик раз евреи там и еще это я мягких поражениях вот и так далее так далее пошло пошло ну опять разные каналы по-разному привлекают а вы хоть кого-нибудь забанили 1 а вот там где вы жили вот штате мэйн бывает так идешь по улице и вдруг мат перемат нет русских вообще мало у нас есть там русский магазин потом есть блинная одна очень хорошая тоже русская девочка открыла это на всех своих знакомых как можно больше вела блины блины это люди на дому пекут или они такие уже промышленные нет она как бы сама тут же в кафешке делает валина рейс специальная есть машина чтобы быстро блины пожарить ну да вы что сладкие что ли да но у нее разные есть там и да там где русский магазин там уже можно жить вы вот на видео кормили ребенка медовым пряником ему потом ему не очень было хорошо несколько 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 дней после этого он чувствовал себя неважно да подождите а перед медовым пряником вы ему творожный сырок давал да я ему дал отвороженный сырок потом шоколадное яйцо которое он никогда не ел они его раз со шоколадом никогда не кормили с этой с игрушкой что ли да 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 потом съел два пряника чупа чупс но у нас просто был последний день вместе я говорю выбираю что хочешь я тебе это куплю так вот оторвались так подождите сколько лет этому мальчику было два года ооо на вид он мне показался старше намного но он умный безумно тоже правда но он так в общем вы с ним общались я не хочу сказать на равных но да 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 он прям да хорошо было вас спрашивают на канале на вашем про какие-то иммиграционные вещи ну начиная там от участия в лотерее кончая там политическим убежищем и выходом замуж нужно что-то такое да про лотерею спрашивают часто сейчас сейчас документы как я переехала много же чего поменялось да и у них там сейчас электрон уже в принципе все а вы на бумажке тогда еще да мы еще на бумажке когда ты посылал все в америку это было диви какое у вас было 2000 приехали четыре года назад то есть участвовали 12 12 было на бумажке еще а 2014 родители вас навещают пока еще нет надо обосноваться нормально чтобы потом можно было маме билеты покупать но это мы сейчас решим вопрос так у вас нет такого чтобы много спрашивали про иммиграцию нет и ни одного видео специально про иммиграцию нету есть вот которые с самого начала там четыре года назад выпускала про гонкарту и про интервью может я в казахстане ты должен был на те проходить самое самое большое количество просмотров на нем так хорошо а после него если исключить вот иммиграционную тематику что у вас дает больше всего просмотра а также я не знаю а я бы сказала которые видео с лос-анджелеса естественно не больше давали просмотров чем которые с мэйна потому что про мэйн в принципе мало кто даже знает то есть вы жили пару месяцев сколько месяц два а потом этот мальчик как раз родился я решила переехать обратно мальчик у друзей радио я не вас позвали с ним посидеть как сказать у меня там просто появились очень близкие вот эти друзья которые мне как семья из казахстан уже нет с америки американцы американцы и вот и что мальчик этот родился и мне хотелось этот мальчик американский у меня там вообще почти такой как наш то есть американские друзья родили мальчика и говорят давай будешь с ним сидеть хорошо с точки зрения заработка вот какие ваши были самые такие нормальные заработки не за три копейки а также по максимуму что вы что вы такое делали и на чем зарабатывали но получилось так что после этого лагеря я попутешествовал чуть-чуть а потом нашла работу в отеле называется магис это там такая как по-нашему будет турбаза может быть но это таких богачей дорогие дорогие и там у нас 35 коттеджей и восемь комнат что как бы территория это тоже ждать как раз и там я работа и это сезонное место с апреля по ноябрь и вот там я начинала с хаус кипера а потом меня повышали каждый год и там тоже чуть-чуть набавляли и что настало 10 но и в итоге мне платили где-то 13 но вы при этом могли там жить что самое интересное мы там могли жить нас там кормили и короче все 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 включено и платили только 200 долларов не понял это вы платили то есть вы за 200 долларов имели то что на что так может быть и так у вас и 700 800 то что вы зарабатывали можно было просто откладывать поэтому я в основном первые мои три земли я даже в основном не работала я так старалась путешествовать в казахстан то в локсанджелес то я в турцию как-то съездила в поход на две недели понимаю как там в турции со знойными мужчинами есть там зной да 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 в принципе если сейчас вспомнить то как они нас там все кормили вообще денег получать на еду за эти две недели не потратили которые там были потому что местные все нас а то есть вы не брюс а не-не-не вы что какой-то мы там я нашла людей в интернете и мы прям в поход поход пошли еще и в июле когда самая жара по турции поход да там есть аликийская тропа прям как казаки какие-то ну это было вообще интересно и мы там спали и прям на пляже ну хорошо давайте вернемся к америке давайте к америке вы видели здесь людей которым в америке хреново вот наши иммигранты вот они приехали и что-то себе может быть думали получилось все не так и вот и хреново у меня были только одни знакомые они в нью-йорке тоже остановились и тоже попали в русский магазин и потом они вот в итоге уехали обратно в руси то есть не сложилось у них не сложилось но как бы мне кажется изначально я им советовала по-другому все сделать а вот такие которые допустим может им и них но не очень хорошо но вот их одни уезжают вот как бы ругаются и говорят тут плохо там плохо а все-таки не уезжают такие есть нет вот говорю мне мало знакомых прям так с кем прям хорошо общаюсь потому что мы как бы изначально да когда переехала я еще со многими общалась но сейчас когда уже там свои друзья мы не появились то есть просто вас круг общения а вот когда вы выиграли в лотерею и сказали друзьям что вы уезжаете был какой-то вот негатив всплеск какой-то против вас что вот вы не бы что вместо чтобы родину поднимать вы куда-то уезжаете что вот там америка это не хорошая страна лучше приехала куда-нибудь там я не знаю в тюмень нет нет в основном все радовались за меня то есть вот негатива в основном никакого понял то есть не было то что у вас хороший круг знакомых там был на какую специальность вы учились вместе тут туризм так ну хорошо значит туризм то есть вы как бы не техническая девочка но вы пользователь приличный чем пользуемся ну кроме ютуба в смысле чем пользуемся ну какими приложениями она на ю-тесте там у вас подрабатывала чуть-чуть да вы что ошибки находили да денежку вам давали конечно а почему чуть-чуть вы бы могли больше да как то я не знаю все время как бы своя рутина была и особо так не это но вам нравилось там ошибки находить да я вот что и думаю надо попробовать и посмотрю если мне нравится это то тогда можно связать с этим жизнь в принципе нравится только мне охотно больше знаний нужно чтобы давайте все таки значит определимся как вы к нам попали я понял вы нас знаете да то есть вы 6 лет назад смотрели канал вы знали что есть там портнов компьютер скул но все таки вот вы уже 4 года здесь могли приехать там через год а приехали только сейчас значит что то такое что происходило какие процессы там бэкграунде что за этим вредная раньше была мне казалось что как бы все русские сюда приезжают и что это такое уже клише и я типа найду свою свою дорогу к нам все приезжают да 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 ничего себе вот и я говорю размечтался а потом что то везде так много работало ну на разных работах и мне вот и казалось что мне всегда что интереснее двигаться там что то делать но как то вот после вот этих четырех лет мне как это уже все надоело потому что я то за домами присматриваю и мне за это платят то там за собаками присматриваю то вот побесить у когда что и потом думала нет хочу за компьютером работать с девяти до пяти и выходные выходные ну с девяти до пяти может не получится знаете как тут бывает что и овертайм тем более вы хотели остаться в кремниевой долине здесь овертайм просто на каждом углу обычное дело да нет ну поначалу ничего вы пока маленько еще ну это когда вот уже сил нет аж тогда люди жалуются да а так что конечно а потом я у вас еще онлайн класс брала прямо официально? официально студентка да несколько лет назад и что же? я прошла его сделала прошла даже несколько ну не то что прошла было несколько интервью но потом так получилось что я уже маму два года не видела и я решила в Германию на месяц съездить так и вот и потом во первых пока там в Германии готовилась месяц прошел потом в самой Германии месяц провела потом когда вернулась как раз сезон начался в отеле и там тяжело интервью всякие проходить и всякое такое и у меня все забылось и потом вот это вот еще ну вы могли повторить вы могли да ну я думаю нет пойду уже фуллтайм чтобы прям ну хорошо ладно я не знаю вы в курсе или нет но то что вы заплатили в онлайне оно тут лежит как в банке в том смысле что оно вам перезачитывается да хорошо ладно ой мамочки ну хорошо ну давайте уже тогда чтобы уже ну без промаха а то в онлайне нужна была дисциплина у меня ее тогда еще так сильно не было а вот сейчас уже как бы я не знаю чисто внешне вы производите впечатление человека который если что надо он стальную волю может проявить может просто было не время еще не знаю но сейчас вот все сложилось потому что и в этом году я тоже ездила в Германию навестить маму и потом приехала и думаю так все надо короче сейчас заработать до сентября все эти деньги чтобы не ждать когда там следующий класс и потом в следующем году заканчивать и вот в принципе добилась приехала ну это неплохо человек который денежку зарабатывает он просто свободы больше имеет он счастливым от этого не станет но появляется какое-то ощущение свободы плюс наверное вам надо будет все-таки какое-то образование формальное тоже получить может быть не сразу ну со временем ну потихонечку да вы поработаете пару лет гораздо лучше начнете понимать какое вам образование нужно то есть может быть вы вынырнете где-нибудь в project management понимаете совершенно не обязательно чтобы вы так чисто в техническую часть укопались может быть вам это ближе чем меньше чем менее технический человек вот мое наблюдение чем он менее технический тем он скорее оказывается в какой-то административной функции да вот я так замечал у нас вот гуманитарии смотришь там год-другой там слушаем менеджер какой-то особенно уже такие которые не после школы а немножко жизнь так знают и как-то с людьми вы с людьми можете? конечно да или только с маленькими нет с людьми тоже можем хорошо есть какое-то у вас напутствие мы сейчас приезжаем к месту проживания есть какое-то напутствие ну вот тем кто сейчас в лотерею будет играть да вот у нас сейчас такой момент критический через месяц начнется прием заявок вот что-нибудь такое конечно мне кажется не паниковать все шаг за шагом это все не так сильно не так сложно как кажется когда начинаешь это делать ты потом постепенно решаешь все эти проблемы и все в итоге получается ну и не бояться если вы выиграете и решите решитесь приехать ну вам легко говорить вы свободная там молоденькая девочка а у кого-то там знаете семья дети да и может быть так я что-то на самом деле не туда свернул такое у меня ощущение ну посмотрим что вам сейчас подскажет система наша да видите как промахнулся боже куда я заехал какой-то чужой совершенно чуждый нам паркинг давайте мы отсюда выедем боже вот ведь друзья так заговоришься заговоришься трудная блогерская житуха ой мама родная слушай а тут только правый поворот не ну это ж надо так еврейское счастье понимаете да уже мало китайцев там мексиканцев вот обязательно вот евреи и вот другую сторону ладно а все говорят в этом хитрый там да ладно буду страдать вместе со всеми вы бы видели что тут перед нами стоит правда да ладно хоть привязали там все мешки эти ну да да так ну давайте мы попробуем где-нибудь развернуться все таки ой мамочки все друзья давайте мы так мы с вами прощаемся потому что все таки мы хотим доехать до места вот и это важно все счастливо всем пока